Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Stellaris за Объединённые Нации Земли, в Iron Man на Гросс Адмирале. В прошлой серии мы открыли колонию, вот здесь вот далеко от нашего центрального мира, от Земли, и игра так намекнула, что пора делать сектора. В общем, я пока пошился, нашёл где-то, где-то нашёл. Вот здесь нашёл, значит, делаем сектор, раз надо. Но надо так надо, да? Выбираем губернатора нового. Так, что-то какие-то губернаторы у нас вообще людей уже не предлагают ни в учёных, ни в губернаторах. Бюрократ, административный лимит плюс 10, стоимость лидера, содержание лидера. А сколько он стоит? Стольник. Мне 50 кредитов экономить не очень интересно. Давайте возьмём вот этого тогда губернатора. Так, всё, сектор. Эта штука стала сектором, и давайте этот сектор будем превращать в добывающий сектор. Будет у нас добывать он всё подряд. Так, и... 15 систем. Ну и всё. Так, а вот этот свой давайте сделаем сектор в науку. Научный сектор. Всё, этот научный, этот добывающий. Пошла у нас специализация по секторам. И теперь пойдёмте на планету на эту пойдёмте. Вот ещё хочу. Значит, раз мы тут делаем добычу, то давайте строить здесь добычу горнодобывающих. Сразу пачку нафигарим. И будем добывать минералы. И, кроме этого, сектор создан. Да-да-да, автоматизация. И, кроме этого, кроме этого, я вот тут ещё заметил, пока пошёл с секторами, что есть две системы, которые никому не нужны почему-то. А здесь, во-первых, есть редкие кристаллы, которые мы вроде уже умеем добывать. А, хотя нет, ещё не умеем добывать. Но ещё здесь есть естественная чревоточина, а мы вот рядышком тут, и там никому не надо. Поэтому давайте вот этот вот кусочек подцепим себе тоже. Так, и вот тут есть потенциально пригодная планета, на которой никого нет. Мы можем вот из этих тоже сделать все звёздные бастионы. Раз они тут, тем более, так в тылу врага расположены, достроим до бастионов и их. А верхний бастион, давайте, пускаем, мы уже застраиваем. Здесь мы уже... Здесь мы не застраиваем. Тоже берём ангарные отсеки, ставим сюда, сюда. По-любому нужны. Так, сейчас технологию посмотрим. Что у нас там есть? Здоровье оборонительной армии, инопланетный зоопарк. Центр обработки пищи. Скорость просто поселений. Давайте вот этот возьмём. Хотя вот социсследование... Давайте разгоним. Может, как-нибудь поменяем на социальных? Мне тоже писали, что у меня не те люди не там стоят, как бы, да. Я понимаю, но их и нету, тех. Ну, тут вот хотя бы нормальный промышленник на промышленности. Вот эти два, да, мимо. Но этот усердный. А вот этого просто заменить неким. Да ничего к нему не подходит. Ладно, пусть остаётся. Живой металл. Значит, теперь давайте добывать живой металл. Так, сразу готовое исследование. Звёздная крепость и орбитальные поселения. Снова даёт мне и то, и другое. Давайте орбитальное поселение возьмём. Которое мне рекомендовали в комментариях. Мандат нарушен. А что там опять? Опять я... Опять я забыл про мандат. А-а-а. Так. Это же не то добывающую станцию на орбите, где найден редкий ресурс. Но построим сейчас. Первый контакт установите. Массовое вымирание. Ну, что-то вроде всё работает. Не вижу вообще ничего про мандат. Ладно. Так. Вон живой металл. Вот транспортный... Ой, транспортно-строительный корабль. Давайте этот, ладно, пускай тут достраивает. А вот этот не летит вниз, пускай. А пускай идёт построить добывающую станцию на живой металл, наконец-то. Который мы долго-долго исследовали. Я ждал, что он даст возможность построить эти самые мега-сооружения. А в итоге добывать его даже не начал. И надо посмотреть. Вот здесь и здесь мы можем ещё построить по одной клеточке какой-нибудь торговля. Но столько верфий-то нам точно не нужно. Так, давайте что-то раскопали. Новый мандат. Давайте сразу ещё новый мандат посмотрим. Пока не поздно. Так. Научные станции 4 построить. Ну ладно. А как я построю их 4, если у меня заканчивается уже всё? Наверное, нет. Ну ладно. Так, значит. Мы извлекли из кристалла более подробную информацию о вовлечённых в гражданскую войну фракциях Иронии. Первая из них называла себя небожителями и считала, что судьба физической галактики не имеет значения. Так как Иронии могли продолжать существовать в покрове до тех пор, пока вся галактика не оказалась бы поглощена в каком-то невообразимо далёком будущем. Но даже после этого оставались другие галактики, может даже другие вселенные, которые также могли бы быть поглощены. Ничего себе вы молодцы какие. Другая фракция называла себя спасителями и решительно отвергала эту идею. По их мнению, Иронии не имели право уничтожать галактику, чтобы жить в качестве паразитирующих богов. Их псионические способности обеспечивали имрайское существование даже за пределами покрова. Нам также удалось узнать координаты ещё одной колонии Иронии. Но я вот за вторых, например, за спасителей. И так живёте неплохо. Зачем ломать-то всё? Так, обнаружено место. Третий. Колонии. Хорошо. А где? Где она есть-то? Харамута. Харамута. Это в наших пределах. Это хорошо. Так, отправляем тогда на исследование. Бесподходящего учёного. Ой, учёного нету. Ну, сейчас, наконец-то, археолог будет в пределе. Отлично. Всё, погнал. Этот строит. Всё, все летят и строят. Отлично. Это тоже самое мы показываем, да? Технология научной станции новые. Планетарные подавители. Сложные былы алгоритмы. Давайте кипердвигатель на корабли поставим. Так, и всё-таки наши бастионы. Значит, верфи точно нам не нужны. Устояночное место. Что нам даст? Плюс 4 вместимость флотилии. Ну, не знаю. У нас ещё запасы есть. Как бы тоже немножко сомнительная штука. Наверное, нет. Пока оставлю тогда эти ячейки. Может, что исследуем. А вот... Вот здесь ещё что у нас не исследовано. Бюро. Так. Академия флота. Опыт кораблей плюс 100. Непригодные квадраты. Эти непригодные квадраты возьмём. Так вот, здесь, значит. Генератор поля. У нас... О! Наконец-то! Наконец-то мы редкий ресурс подрубили. Ура! И я смотрю, вон там ещё можем подрубить редкий ресурс. Нет, не можем. А вот сверху можем, наверное, два вот этих. Но тут есть поближе корабль. Давай-ка попробуем. Нет. Этих не можем. Ладно, тогда... Берём этот кораблик и вон... Перемещаемся туда и подцепляем ту систему тоже. Где-то я хотел посмотреть. У нас построен вот этот дезинтегратор. Вот он есть уже, да? Снижает эффективность их щитов. Так, это рушит щиты. Значит, такое нам сгодится. Строим здесь тоже такое. И сверху так уже строим. У нас если будут пограничные битвы идти, мы нормально так испоганим врагу щиты. Этими штуками поэтому берём. Тут ещё строится. Тут ещё строится. Космический шторм рассеется. Ну, ура. Так, и вот, кстати, научную станцию. Это мы сейчас и сделаем. Тут ещё и ресурс редкий. А, затянулась. Граница. Не успел я туда. Хотя, если бы я успел, сейчас бы ещё бы у меня тут была такая точечка. Так-то я здесь хоть расширился на две. Мне бы вон туда пропрыгать. Смотрите, там сколько всего. Границы открыты с вот этими парнями. А, это же наши друзья. Это же... Чё пищит? Инфраструктура, уцелевшая после масштабной ядерной войны на планете Кальмагр-1, оказалась очень полезна нашим колонистам. Раса, обитавшая здесь прежде, возводила подвесные дороги, соединявшие крупные населённые центры, и некоторые из них до сих пор находятся в приемлемом состоянии. Кроме того, мы сумели переработать большое количество строительного материала, разобрав местные руины, и это также пойдёт на пользу инфраструктуре. Отлично. Вот это наши братья-человеки. Мы с ними можем вполне себе сделать открытые границы и вот попробовать те кусочки полежать. Займёмся наконец дипломатией. Так, отстроились опять наши системы. Так, я везде буду делать вот это. А против щитов здесь не буду делать. Потому что тут не будет кораблей наших. То есть эти базы будут сами как-то держаться, как смогут. Итак, значит, с человечеством, с вот этим, давайте откроем границы. Потому что свои все мы системы, ну, кроме нижних двух, ещё. Ну, сейчас мы это сделаем. Раз. И тут. Сейчас не хватит, да, немножко. Но я не думаю, что они туда вниз полезут. Поэтому сейчас с ними применяются границами. И попробуем вот это вот всё подожрать. Смотрите, сколько там всего ресурсов. Всяческих. И вон ещё и газы экзотические. Итак, человечество. Давай дружить. Не так. Как дружить с человечеством? Так, значит, защита. Посмотрим вообще. Наконец-то. Наконец-то будем. И дипломатия. Потому что я игнорировал всё это дело. Разве данные? Низкий, низкий, низкий. Форм управления. Средний, дипломатия. Ну, про них мало что знаем. Вообще странно. Вроде как бы они там говорили, что они нас будут защищать. Потерянная колония. Эта цивилизация начала своё существование как потерянная колония, давным-давно утратившая связь с родным миром. Да вы наши потерянные братья. Что же вы? Так. Люди, человеки. В этом обществе смерть не является причиной игнорировать мобилизацию. Мастера-некромантии возрождают тела умерших и задают из них армию, вселяющую страх в сердца низших смертных. Нифига себе. Некроманты? Армия мёртвых? Это тот Стелларис. Точно. Прославленный адмиралтейства. Национальное рвение. Все прочие склонились перед ними. Они нам не по зубам. Понятно. Мощный флот. Сильнее нас по науке и сильнее нас по экономике. Но я думаю, что сильнее нас тут в этой игре все, кроме тех, кого уже уничтожили. И то, если бы не уничтожали их, то уничтожили бы нас. Поэтому будем считать, что нормально. Давайте торговое соглашение. Как вам? Не хотите ли торговать? Продолжение. Связи. Доступ. Ну это какая-то фигня. Систему, конечно же, нет. Торговли ресурсами я могу торговать и через рынок. Я думал, такая торговля не условная торговля, чтобы всем деньги шли. Ладно. Закрыли. А у нас открытые границы с ними и так. Отозвать посольство. Вот коммерческий пакт. Вот это вот, например. Ценность торговых сетей. Каждый месяц мы будем получать 15, а не 50. Доброжелательные отношения. Вот, смотрите. Вот отлично. Вот я про вот это думал. Про коммерческий пакт. Думал, что и торговлю. Но нет. Давайте тогда коммерческий пакт с ним. Нам для этого нужно доброжелательные отношения. Или посол. Эти посла где-нибудь заберем. Где наши все послы? Дукар, Стеллар, Тваксиндар, Карду. А зачем у нас два в Карду сидят? А, один на агентурную сеть, а другой улучшает. Давайте вот этого заберем. Хотя там... Давайте посмотрим, что он там насоздавал. Хоть агентурную сеть свою. Не по зубам, не по зубам сильнее. Понятно. Это государство верит, что мы слабы. и нуждаемся в защите. Развед данные. 50. А, вот в шпионаж, да? Сбор. Давайте заберем. Я все равно до конца не знаю, как работает шпионаж. Да не то, что до конца. Я вообще не знаю. Поэтому вот этого... Вернись. Вернись ко мне. Как тебя вернуть-то? Вернуться в столицу, послы. Отправка посла. Все, вернулся? Или нет? Нет, нифига. А, это кнопки от того торчат. Но это не тот же мужик, смотрите. Нет, вот этот мужик, все-таки. Вот, все, отмена. Давайте отменяем эту фигню. Ифига не отменяется. Давайте, ладно, тогда просто посла какого-нибудь заберем. Так, так это ваксиндудар. Это вот соседи, которые слева, да? Да, это вот эти. Нам бы с ними тоже, конечно, дружить. Мы тут копаем и дружим, и тут дружим. Нам бы вот сюда. А вот там, где выскакивали... На лишнего посла. Вот здесь, где-то я видел. Вот. Значит, все-таки мне нужен лишний посол. Потому что я не знаю, как отозвать этих. Ладно, давайте, значит, улучшаем отношения. Ага. И там. А, вот. Искак секундара. Управляем. Все, переслали. Да, все. Улучшаем с ними отношения, чтобы сделать торговый пак. Но вообще же будем с ними дружить. Лучше будем дружить с ними, чем с вот этими. А потом возьмем до дипломатии, чтобы четвертого посла закинем вот сюда. Так. А теперь у нас еще оказывается раз открытые места. То попробуем сейчас вот... Не попробуем. 123 надо накопить, потому что очень далеко. Ладно. Все. Разобрались. В общем, план такой. Мы будем вон туда вот копаться с тобой. Вот туда. Потому что там куча всего стран, что эти не забирают эти земли. Мы их заберем себе, раз они им не нужны. Тем более, что у нас есть там проход. Главное, чтобы они не решили их забрать раньше нас. Так. Тут у нас технология открылась на гипердвигатель. Путешествие сквозь чревоточное. Вот это мы возьмем. Потому что у нас есть чревоточное. Хотя, конечно, она не изучена еще. Но, по крайней мере, будем знать уже. Далее. Вот эти... Давайте, ладно, свои нижние пока подцепим. Там 4. Это залчок с начала. 38. Долго еще. И добыча экзотических газов. Нет у нас технологии. Критическая нехватка ресурсов. Экзотические газы. Опять закончились. Главное, у нас этих экзотических газов... В чем тут рабы на продажу? Экзотические газы. А, вот же. Месторождение фиговая тьма. Кстати, деньги скоро в лимит опять упрутся. Но при этом... Мы не можем их добывать сами. Такая засада. У нас еще... Заканчивается опять административный лимит. Давайте построим... Обломки на орбите. Сейчас посмотрим. Сейчас я хочу построить административное здание. Еще одно. Вот здесь. Пространство на планете Камгле-1 замусорено всевозможными обломками, оставленными расами, которые раньше наседали этот мир. Прежде чем инопланетяне самоуничтожились, они успели запустить в космос тысячи примитивных спутников и ракетных пусковых платформ. Со многими из них разобралась система спутниковой обороны в ходе ядерной войны, испепелившей планету и мусора на орбите только прибавилось. Меж тем, наша колония на поверхности развелась... Развелась... До того уровня, когда весь этот мусор начал создавать помехи инфраструктуре. Мы не можем запускать спутники. Надо что-то предпринять. Предпринимайте. Мерзавцы и злодеи. Так, принимайте там, предпринимайте тут. Было на удивление трудно определить местоположение архива на планете, но как только мы нашли, причина стала ясна. Он разбит и не содержит записей. Однако слабый сигнал наводит на мысль, что здесь можно отыскать что-то еще. Ну копай дальше тогда. Копай. Так, там что? За что мы там голосуем-то? Упрощенное регулирование. За это я уже высказывался. Наконец-то оно сейчас будет происходить. Есть технология прирост населения. Прирост ресурсов. 12 тысяч. Давайте продолжительность лидера сделаем. Я так понимаю, это на всех научных лидеров и прочих, чтобы они качивались получше, были поопытнее. Здесь заканчиваем. Так, все, пошел. Пошла постройка тут, и у нас останется... А, так это я уже присоединял. А я думал, что не дает, потому что не хватает ресурсов. Все, последние, значит, две системы. И копим, 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 чтобы начать вон там потихоньку цеплять. Скорость максимальная у нас сейчас. Что-то происходит. Резолюция. Прошла резолюция, за которую мы голосовали. Отлично. Лимит административный увеличился. Давайте, значит, запускать планету какую-нибудь еще. Низкая гравитация. Кандидат. О, Марс-то, кстати. Уже можно терраформировать? Давайте запустим сейчас вот сюда кого-нибудь. Вот эти вот полулюди везде у нас. А, ну опустошенный мир, это для них все. Давайте. Полетели в опустошенный мир и пойдемте посмотрим сейчас. Так, караванщики. Караванщики было, вечеринка, тусовка. Марс, покажи мне, покажи мне. Что ты не хочешь мне Марс показать? Ты, блин, сколько у нас тут всего? Марс. Терраформировать. О, смотрите. Десять тысяч. Есть технологии установления климата? Нет технологии установления климата. Нет ученого физика. Физик. Только я начал исследовать продолжение жизни. Не дожил наш физик до продолжения жизни. О, экстрасенс. Вот, и ученый. Физик. Темп исследований плюс 10. Скорость изучения плюс 25. Археолог плюс 1. А, ну он потому что археолог и псионик. Так, ну вот, наверное, давайте вот этого возьмем. Я так подозреваю, что он на все влияет своей псионикой. Блин, да ну я не знаю. Хватит ко мне всяких присылать. Марс. А я не могу вообще, у меня нет восстановления климата. Я вообще ничего не могу сделать здесь. Ну, было написано, что кандидат, ну, такой кандидат. Типа кандидат, да. Но на самом деле не очень он кандидат. Потому что у меня не хватает технологий. Все, здесь мы все достроили. Совсем, да, достроили. Вот здесь сейчас еще мы достроим. Убивающую станцию. Есть продолжительность жизни, да. Чуть-чуть не дожил тот лидер. Генная модификация. Генная модификация. Акционные гарнизоны, объект наследия. Давайте вот это может. Биологические улучшения и адаптации. Давайте. Улучшение и адаптацию. Гравитационная система. Не знаю, все, все такое какое-то. Щиты долго. Давайте щиты и будем делать. Долго, но зато полезно. Караванщики. Так, полулюди, да, вот так вот и появились у нас. Создать новый раз путем скрещивания квинти и люди. Вот и получились. Вот полулюди. Теперь прояснилось, откуда они встелились. Вот эти вот, может, истребить? Кто это такие тут лазят? Желтые. Ох, 32 тысячи. В лура мы не истребим. А вот этого, например, можно истребить. Тут не отсвечивал. Давайте заглянем в секторы. Там же какая-то еще пул ресурсов история была. Странный кристалл. Совсем крохотный псионический кристалл, найден в помещении, похожем на лабораторию. Иронии, фиксировавшие свои открытия на этом кристалле, были крайне разочарованы тем, что коллеги поднимают их исследование на смех, выказывая всеобщее недоверие. Так, ну стойте, стойте. Они считали, что Иронии более не одиноки в покрове и что из коллективных страхов и желаний целой расы возникают новые разумные сущности. Желая стать сильнее, эти создания начали искусственно воздействовать на эмоции и мысли уязвимых Иронии, медленно приводя к тому, что их поведение становилось все более радикальным, в результате чего могла начаться гражданская война. Мы также обнаружили упоминания о местоположении одной крупной колонии. Ну, отлично. Давай за следующей колонией. Здесь завершено. Ага. Здесь. Где это? Хилл. Так, он тоже рядышком опять. Чудесно. Копай. Технология. Орбитальное поселение. Так. Кристальные рудники. А вот это вот, наверное, оно, да? Добыча редких кристаллов. Вот. Добыча редких кристаллов. Да. Отлично. Так, что мы... Я возьму, конечно, их, но мне интересно еще. Скорость корвета. Планетарное строительство. Колодцы. Ох ты, колодцы для добычи газа. Значит, я возьму колодцы для добычи газа. Потому что газ мне нужен всегда. Он у меня все время расходуется. Плюс я смогу делать апгрейды зданий за счет добычи газа. И у меня его месторождение еще несколько штук есть. Где, кстати, они будут. Раз, два. Придется брать это. Все. Загазируемся сейчас наглухо. Вот тут что у нас? Нехватка товаров массового спроса. Давайте где-нибудь построим. Ой. Сейчас выкуплю, успею. Да как опять нет-то? Нет, опять я не успеваю. Я в этот раз сразу нажал. Как только оно ёкнуло. Нет, нифига. Сплавы. Забились сплавы у нас. Забились сплавы. Ну давайте. У нас вот тут есть верфь. Построим корабль. Крейсер. Три крейсера. Построим. Земля. Что тут по-прежнему безработица? Здесь можно что-нибудь построить. А тут можно улучшить. Сейчас, учитывая, что у нас будет сейчас своих газов полно, мы сможем сейчас все это заапгрейдить. Хорошенько. Все эти научные станции. Получить буст на науку. Сенат на сессии. Так, а что там? Незначительные экономические санкции. Нарушившие галактических закон. Но я уже не нарушаю. Но учитывая, что я попадаю постоянно в это нарушение, я тогда не хочу за это голосовать. Хотя почему? Я могу против. Хотя тут все против, смотрите. Ну давайте против. Тогда тоже вместе со всеми. Доступная традиция. Я беру дипломатию, как я хотел. Сообщение о деятельности контрабандистов. Чтобы взять посла. Мне потом посол вот отсюда нужен. В последнее время отмечено повышение активности контрабандистов на планете Альфа Центавра. Плохо. Так, открываю дипломатию. Потом открою посла. Договор о миграции опять с вот этими. Родилась новая угроза. Впервые за всю историю воинствующие фракции расы Решильте объединились под властью общего великого хана. Этот таинственный военачальник, который, по некоторым сведениям, является мощным экстрасенсом, выдвинулся из касты воинов и совершил то, что большинство считало невозможным благодаря сочетанию коварства, харизмы и военного гения. Он завоевал абсолютную верность и преданность. Так, ну и родилась новая угроза, да? Ага, вот он, Чупер Адлета. Я великий хан империи, хочу увидеть все галактики, что нас ждет новая эпоха, темная эра, в которую мы убивали друг друга. Так, подошла к концу. Я обещаю своему народу. Те, кто встанет у нас на пути, я всех замочу. Понятно. Что еще ожидать от тебя? Отстаньте. А, подожди, ассоциацию. Так, сотрудничать не только с вами. Мы хотим бы предложить статус ассоциации государству. Члены федерации старсекьюрити. А кто еще ходит туда, в это старсекьюрити? Ага, карду, это вот эти вот, которых мы там пытаемся выследить, да? Федерация, с людьми у них федерация, смотрите. Да? Хорошо, я согласен тогда. Вот это вот, она сейчас будет сверливаться вот так вот. Из трех. На это я согласен. Я все пытаюсь корабль туда прокинуть свой. 33 еще не хватает. Ну ладно, переместись, сиди там. Хотя бы, будешь готов. Как только накопится... Договор о миграции. Тут стать договором о миграции. Давайте эти самые гнать наверх наши. Хотя у меня есть по блинту. Вот этих. Сейчас будем газы подрубать. Это что? Мы больше не видим причины не пускать вас на нашу территорию. Наши границы открыты. Ну спасибо, че. Но мне не надо уже. Наверное. Мало запасов. Газы закончат через 8 месяцев. А исследования когда закончатся? Через 6 месяцев. Ну, газы закончатся раньше. Давайте купим тогда. Еще разочек. Опять же, деньги скоро упрутся в лимит. Поэтому пригодится. Этот уже летит сюда. Ну и в следующей серии, значит, уже будем добывать редкие газы. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой истории. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok